В частности, эти и другие вопросы обсуждались сегодня в зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика. На Рейнмаре прошел открытый форум прокуратуры Ненинского автономного округа, на котором говорили об обеспечении прав граждан в сфере здравоохранения. 2019 год объявлен главой региона Годом здоровья. Тема же здравоохранения будет актуальна до тех пор, пока не будут сняты с повестки дня самые актуальные и злободневные проблемы. Открывая работу форума, прокурор округа Николай Егоров отметил, что диалог прокуратуры с органами власти и институтами гражданского общества в различных сферах крайне важен и проводится прокуратурой регулярно. Этот общественный форум – шестой по счету. Участие сегодня в нем приняли как представители общественности, так и первые лица государственной власти региона – губернатор Александр Цибульский и спикер окружного собрания Александр Лутовинов. Вопросом здравоохранения, решению проблем в этой отрасли в регионе, уделяется пристальное внимание. Должен сказать, что сегодня сфера здравоохранения объединена в один масштабный проект, национальный и приоритет национальный проект здравоохранения. Это в первую очередь значит, что мы должны делать и уже делаем многое для того, чтобы достичь тех целей, которые обозначены в указе президента и обозначены в рамках реализации этого проекта. Мы четко сформулировали для себя основные проблемы, которые необходимо решать в сфере здравоохранения. Я назову три, которые, по нашему мнению, являются основополагающими, которые определяют, наверное, многие другие. Первое – это обновление инфраструктуры здравоохранения. Я имею в виду и строительство двух объектов на Риммаре – пристройка главного корпуса Немецкой окружной больницы, и строительство, по сути, нового здания инфекционного отделения. Вы знаете, что сегодня мы эту работу активно ведем на протяжении полутора лет и уже находимся в высокой степени готовности, по крайней мере, по одному из них. Наша пристройка в Немецкой окружной больнице уже прошла согласование, включена в перечень объектов для включения в федеральную англиоадресную инфекционную программу. Я думаю, в июле месяце мы должны эту работу завершить. Второе – это обеспечение наших учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. Мы все с вами знаем, что это проблема номер один, которая, по сути, все наши остальные усилия, даже если мы решим и построим все объекты инфраструктуры, обеспечивая их современным медицинским оборудованием, тем не менее, без серьезного продвижения в обеспечении нашего опорта высоко квалифицированными кадрами, это все не будет иметь своего эффекта. Мы здесь тоже совместно с окружным депутатским корпусом приняли, мне кажется, беспрецедентные и, в общем-то, мало для дублированной территории России решения. Мы удвоили практически за счет регионального бюджета объем средств федеральной программы «Земский доктор», а также предоставили серьезные меры поддержки для студентов-медиков для того, чтобы стимулировать их возвращаться в нашу округу и работать в наших организациях здравоохранения. На форуме конкретные цифры и факты, положительные тенденции в сфере здравоохранения и неутешительные пока выводы представили сотрудники прокуратуры, представители профильных ведомств и общественности. Открытый разговор длился более двух с половиной часов. В деталях к нему мы вернемся в завтрашнем выпуске итогов дня. Подводя же итог к сегодняшнему событию, прокурор Неницкого округа отметил. Я думаю, что основным итогом форума, целью форумов, проведения форумов, такой формы общения с представителями общественности, с органами государственной власти, с населением является именно доведение информации о состоянии законности в определенной сфере. И сегодня мы выбрали сферу здравоохранения, очень важную, актуальную, тем более, что мы с вами все живем в год здоровья в Неницком автономном округе. Мы поставили определенные проблемные вопросы в докладе, обозначили, которые еще предстоит решить в округе. Для решения национальных проектов выделяются значительные финансовые средства. Сегодня звучали, это почти 2,5 миллиарда рублей. И перед органами прокуратуры поставлена задача за надзором, за целевым использованием и эффективным использованием бюджетных средств.